В администрации Московского района столицы решили поздравить с наступающим праздником детей, находящихся в реабилитационных центрах. Подобная акция проводится в районе уже не первый год. К празднику сейчас готовятся все. Особенную радость приносит Новый год детям. По словам министра образования Владимира Иванова, они постарались сделать так, чтобы ни один ребенок республики не остался без внимания в этот праздник. Елки проводятся не только в школах и муниципалитетах, а еще есть елки, которые проводятся различными организациями. И туда, конечно же, детки приглашаются. В частности, елки организуются по линии Министерства социальной защиты, вы знаете. Туда как раз приглашаются дети, трудные жизненные ситуации, дети, которые испытывают какие-то сложности в жизни. В Московском районе уже не первый год проводится акция доброты. Дед Мороз и Снегурочка сегодня будут поздравлять с праздником детей-сирот и тех, кто нуждается в психологической реабилитации и поддержке. Сотрудники Московской администрации на один день по волшебству превращаются в Деда Мороза и Снегурочку и дарят детям подарки, а самое главное – внимание. 23-й раз Дед Мороз и Снегурочка придут в гости к нашим деткам. Выезжаем мы к ним с подарками, с игрушками, со сладкими подарками, с книжками, с карандашами. Ребятишки ждут Деда Мороза с нетерпением. Вот и сегодня мы едем по этим семьям. Ни один ребенок не останется без внимания. На учете и контроле отдела охраны детства на сегодняшний день 265 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Неожиданный визит главных новогодних героев доставил радость детям из 25 приемных семей. Каждый ребенок получил сладкий новогодний подарок и мягкую игрушку. Сотрудники отдела охраны детства надеются, что все загаданные желания и мечты этих ребят обязательно сбудутся в наступающем новом 2013 году. Данифа Тагирова, Евгений Анисимов, Республика.